В Барановичах завершается реконструкция улиц и строителей. Работы начались 15 сентября. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя, состоялось во Дворце детского творчества. Работники БПХО приняли участие в безвозмездной сдаче крови. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В Барановичах завершается реконструкция улицы строителей. Работы начались 15 сентября. Без малого за две недели отрезок между Притыцкого и Куйбышева преобразился до неузнаваемости. Были обустроены подъезды к жилым домам, произведена перекладка тепловых сетей. Старые трубы заменены на предизолированные. Появилась небольшая стоянка. Чтобы сдать объект в срок, на маршрут ежедневно выходят 6-7 единиц техники. Бригады трудятся без выходных. Меньше чем через месяц нанесут разметку. Дорогу окантуют тротуары. За последние годы в Барановичах очень много сделано по благоустройству города за счет средств местного бюджета. Эта большая работа продолжилась и в нынешнем году. Понятно, что она требует серьезных вложений. Поэтому в титульный список объектов благоустройства внесены первоочередные важнейшие городские объекты. Первоначально изучаются вообще все проблемы, которые поступают, и вопросы, которые поступают от наших горожан. Потом эти вопросы рассматриваются на заседании городского исполнительного комитета. И потом принимаются решения. Так вот, первым решением, которое было принято, это, естественно, наш объект – мышанка. Благодаря реконструкции мышанки решили сразу два важных момента. Реконструировали водосбросное сооружение водохранилища, которое находилось в аварийном состоянии, и завершили благоустройство прибрежной зоны. Следующим объектом, который был принят к производству – реконструкция улицы Профессиональной. Эта обновленная транспортная магистраль Барановичей решила очень важную проблему, по сути, став дуплером улиц Бресской, Комсомольской, Ленина. Все автомобильное движение со Слонимского направления переориентировалось в сторону Ляховичей, минуя центр города, разгрузив его, тем самым уменьшив нагрузку и на дорожное полотно наших улиц. Обновили в этом году и улицу Бресскую на участке от магазина Журавинка до Разворотного кольца. Причем ее благоустройство не ограничилось только полным асфальтированием проезжей части. Здесь поменяли бортовой камень, там, где необходимо, уложили пониженные борта. Фактически заново сделали карманы автобусных остановок. В зону первоочередного внимания попала и улица Притыцкого. На проезжей части уложили сплошной асфальт, обустроили карманы автобусных остановок, поставили скамейки, посеяли новые газоны. Будет выполнено освещение автобусных остановок. В настоящее время активно идут работы по благоустройству улицы Строителей. Барановичские тепловые сети, как филиал предприятия Брест Энерго, являются заказчиком замены теплотрассы и благоустройства данного объекта. Работы по благоустройству этой артерии ведет предприятие Баранович Ремстрой. Проделанную работу уже успели оценить горожане. Мы проживаем рядышком с улицей Строителей, дом 126А. Раньше у нас была очень плохая дорога, нельзя было проехать на машине, нужно было все время объезжать все люки, все ямы. Сейчас у нас была благоустроена улица. Можно проехать с коляской, пройтись с ребенком, не нужно пропускать машину и преклоняться к заборам. Большое спасибо всем, кто сделал эту прекрасную улицу. У нас же не было бордюров, около забора была просто яма была, вымывалась, когда дождь, вымывалась вода, было не подойти, даже не пройти было. Сейчас, конечно, мы очень благодарны городским властям, службам ЖКХ, что нам так красиво сделали, что у нас благоустроена улица, что есть для пешеходов будет тротуарная дорожка. Раньше все шли по улице, не было даже обойти машины, постоянно было проблемы. Детей было даже страшно отпускать, пойти. Большое внимание в нашем городе уделяется и вопросу устройства пониженного бортового камня. Не исключением стала и улица Строитель. Вопроса много жителей по тем бортам, а именно пересечения тротуара и проезжей части. То есть необходимо иметь на сегодняшний день пониженный борт. Баран и Ширмстрой занимаются этой проблемой. На этот год было определено 61 объект именно по понижению борта. На сегодняшний день сделано уже 30% от этого. А 30% еще мы в этом году сделаем, обязательно сделаем. Важным моментом выполнения работ по благоустройству не только на улице Строителей, но и по всему городу является то, что при выполнении работ подрядчик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию в дальнейшем этих объектов. Есть заказчик того или иного объекта, есть подрядчик. И заказчик заключает договор с подрядчиком, где уже одно из немаловажных условий. Закладываются гарантийные обязательства, которые действуют минимум 5 лет. То есть договоры это отображено. И в дальнейшем уже заказчик того объекта обязан в эксплуатации смотреть, как объект эксплуатируется, какие вопросы возникают в будущем, и уже предъявлять претензию тому подрядчику, который работал на этом объекте. Отметил Григорий Кособутский, что большая работа проводится не только по благоустройству, но и по организации обратной связи с населением. Ведь горожане, как никто другой, могут быстрее всех заметить и сообщить о возникшей проблеме. У нас начал работать на этой неделе сайт городсполкома, рубрика «Народный репортер». Мы его сделали для того, чтобы опять-таки иметь общение с нашими горожанами. На этот сайт можно обратиться с вопросами благоустройства, то есть то, что мы называем приведение порядок улиц нашего города, а также санитарное состояние города. Все эти меры позволят сделать наш город еще более красивым и благоустроенным. В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко дню пожилых людей, открытым акционерным обществом Брест-Обл-Автотранс принято решение о проведении 1 октября 2017 года благотворительной акции. Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, будет предоставлено право бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном сообщении в пределах Брестской области по маршрутной сети, обслуживаемые автобусами ОАО «Брест-Обл-Автотранс», ОАО «Пинский автобусный парк», ОАО «Автобусный парк» города Барановичи. Концерт, посвященный Дню Учителя, объединил под одной крышей Дворца детского творчества директоров учебных заведений, педагогов, воспитателей и методистов. Присутствующим с теплыми поздравлениями обратился председатель городского исполнительного комитета Юрий Громаковский. Почетных грамот и благодарностей удостоилось 26 человек. День Учителя – один из самых любимых, известных и широко отмечаемых профессиональных праздников. Традиционно для этого дня является море цветов и поздравлений. Во всех городах проходят праздничные концерты, посвященные этому дню. Торжественное мероприятие состоялось накануне и во Дворце детского творчества, где собрались педагоги и воспитатели всех учебных заведений Барановичей. Поздравлением присоединился председатель городского исполнительного комитета Юрий Громаковский. Традиционно в начале октября мы чествуем и говорим спасибо тем людям, которые, наверное, очень важны в жизни каждого человека, которые в 6 лет, ну, нас в 7 встречали, ухода в школу, брали за руку, вели по увлекательной стране знаний. Это учителя. Мы отмечаем День Учителя. И, конечно же, в канун этого дня мне хочется сказать о том, что в городе Барановичи очень сплоченный, очень талантливый коллектив преподавателей. Это довольно-таки большой коллектив, и численность наших преподавателей более 3 тысяч человек. В зале царила теплая атмосфера, пронизанная хорошим настроением. Официальные поздравления подкреплялись прекрасными музыкальными номерами. Во время выступления Юрий Громаковский отметил, что Барановича сегодня смело можно назвать метрополией науки и мысли в регионе, а работа педагога – одно из самых созидательных и благородных на земле. Успехи барановического образования бесспорны, и мы все это видим, и подтверждением этому являются и те дипломы, которые наши детки получают и на городских, на областных, и на республиканских олимпиадах. Есть у нас победители и международных олимпиад. И, конечно же, это заслуга не только, конечно же, деток, хотя они вкладывают очень большой вклад, очень большой труд родителей, но, наверное, в основе этого фундамента стоит человек, профессия которого – учитель. И, конечно же, за это огромное спасибо нашим учителям. По доброй традиции, в честь профессионального праздника 26 лучших представителей системы образования были награждены грамотами и благодарностями за успехи и добросовестную работу. Поменялся порядок оформления документов на уплату госпошлины за выдачу разрешения на участие в дорожном движении. В частности, инновации коснулись юридических лиц. По словам инженера филиала «Белтехосмотр» Николая Пашинского, теперь им обязательно необходимо указывать серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля. Изменились и расчетные счета. По закону вносить сбор, а также оплачивать квитанцию за идентификацию авто нужно перед прохождением техосмотра. Работники БПХО приняли участие в безвозмездной сдаче крови. 25 человек пришли в здравпункт предприятия для оказания посильной помощи нуждающимся. За последние 10 лет это первая акция на предприятии. В этом году передвижная бригада станций переливания крови посетила 28 предприятий. Работники БПХО приняли участие в безвозмездной сдаче крови. К акции, которая на предприятии прошла впервые, присоединилось 25 заводчан. В каждом человеке есть сила, а вместе с силой ответственность перед другими. С каждой новой донацией рядом продолжают жить еще 1-3 человека. Работники Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения не только способны своим трудом делать вещи для уюта и тепла в домах, но и придерживаются активной социальной гражданской позиции. Именно поэтому сегодня они пришли в здравпункт объединения, чтобы сдать кровь и подарить кому-то будущее. Поддержка донорства имеет большое значение не только для медицины, но и для общества в целом. К 2020 году Беларусь планирует перейти на безвозмездное донорство крови. Такую задачу поставила Всемирная организация здравоохранения перед всеми странами. Целенаправленная работа по возрождению безвозмездного донорства проводится в Беларуси с 2013 года. В Барановичах к безвозмездной сдаче крови активно подключились учебные заведения и производственные предприятия. За этот год уже достигнуты определенные результаты. 30,5% заготовлено всей крови безвозмездно в выездных условиях и стационарных. Это на 10,5% больше, чем в 2016-м. Согласно мировой статистике, каждый четвертый получает переливание крови, нуждается в переливании крови и ее компонентов за всю свою жизнь. Потому что мы знаем, что растает научно-технический прогресс, случаются какие-то техногенные катастрофы, много дорожно-транспортных происшествий, а также в медицине при различной акушерской патологии, при проведении высокотехнологичных операций необходимы компоненты и препараты крови. Процесс забора крови длится около 15 минут. После процедуры самочувствие контролируется медсестрой. Галина Лемеш, председатель профсоюзного комитета БПХО, сдавала кровь впервые. Она уверенно заявила, что данная акция на предприятии будет периодически осуществляться, чтобы еще большее количество людей смогло присоединиться к безвозмездной сдаче крови, оказать посильную помощь нуждающимся. Когда ты знаешь, что твоя кровь поможет какому-то человеку в очень трудной жизненной для него ситуации, для тебя это важно, как для человека. Безвозмездная сдача крови в выездных условиях доказала свою эффективность, поэтому данные акции будут и дальше проводиться станции переливания крови. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.